Во втором Ведьмаке не хватало одного — свободы в исследовании мира. Это сильно ограничивало игрока, ведь он действовал в рамках сюжета и не мог отвлечься и заняться чем-то интересным. Теперь игроки могут изучать мир и следовать за развитием сюжета так, как им хочется. Все любят игры с открытым миром. Мы движемся в этом направлении. В третьей части Ведьмака появляется новая игровая механика. Она называется «Охота на монстров». Я хочу, чтобы игроки понимали, что Ведьмак особенный. Он будто танцует. Его движения уникальны. Они ни на что не похожи. Во второй части Ведьмака было много большой политики. На этот раз история более личная. Она связана с исканиями самого Геральта. Но существует серьезная опасность. Она одновременно грозит и всему человечеству, и лично Геральту. Это возмездие и ему, и тем, кого он любит. Нам сложно повторить достижения конкурентов, например, Dragon Age, Skyrim и так далее. Мы всегда хотели не только делать игры высокого качества, но и быть независимыми. Это очень важно для нас. Мы не хотим, чтобы какой-то продюсер из компании XYZ сидел и говорил нам, «Знаете, седые волосы Геральта — это отстой». Если кто-то и должен говорить нам, как должна выглядеть игра, то это пользователи. Мы работали изо всех сил, чтобы сделать игру как можно лучше. Она очень важна для нас. Ведь она — финальная часть трилогии. Она — часть нашей жизни. Это rehabilitание города. Она — часть лучистая нет إξителя. Высле Фон Шам competиться. Переход姐ев. Убира. 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 Распят.